Послание к римлянам святого апостола Павла «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Для того, чтобы понять это, я вам скажу, приведу такой пример. Вот мы идём, засмотрелись, шлёпнулись в лужу. Ну, как произошло это? По воле Божьей или нет? Мы говорим, что в человеческой жизни нет случайности. Всё происходит закономерно. Случуют духовные законы жизни, по которым происходит с нами событие того или иного порядка. Ну, что мы должны сделать? Плюхнув всё ещё так в лужу. Лежать или встать? Да, ведь от Бога... Что значит от Бога? По воле Божьей происходят те события, которые нас призваны учить. Чему? Учить, конечно, правильной жизни. Учить. Но как? В данном случае я упал в лужу. Ну что, кто виноват? Я. Надо постараться в следующий раз не повторять подобных вещей. Когда любая власть... Что это такое? Если мы говорим в таких мелочах, даже нет случайности, то, когда мы говорим о власти, то мы здесь утверждаем не меньше и не больше, поскольку больше уже и быть не может, утверждаем то, на что великолепно ответила наша народная мысль, народные пословицы – по осеньке и шапка. Есть закон духовный, который, кстати, чрезвычайно важен и которого почему-то как-то мало знают или не обращают внимания, или не понимают. Невозможно изменить вокруг себя жизнь, не изменяясь самому. Невозможно спасти ни одного человека, не изменяясь самому, то есть не спасая себя. И любая власть в конечном счёте является не случайным явлением, а прямым следствием духовного состояния народа. Поэтому выглядит просто, ну, я вам скажу, безграмотно скажу, когда мы ругаем власть, вместо того, чтобы посмотреть – а ты что? Мы кто? Посмотрите, что писал Иоанн Кронштадтский Иоанн Кронштадтский вот в эти первые годы XX века. Как он говорит, кровавыми слезами можно плакать о безверии нашего народа. И говорил, вот почему приходит революция во V года. Он прямо говорил, причина какая – наше состояние. Так вот, нет власти, которая не от Бога. Происходит всё по духовным законам, закономерно. Поэтому как нужно относиться? Прежде всего, к этому нужно относиться. Мы должны посмотреть на себя. Кто мы? И понять, что основной причиной той власти, которой мы почему-либо недовольны, является вовсе не он, которого поставили, а мы, то есть я и другие, когда мы видим общее состояние народа. Вот какова причина в этом смысле. Поэтому и призывает апостол, что противящейся власти Божию появлению противится. Что значит противиться власти? Он противится с властью бороться, а не с собой. Так вот, если бы действительно мы поняли этот основной закон духовной жизни, и вместо того, чтобы просто на чём свет поносить, там власть – это всю историю, кстати. Не было никогда ни одного строя, даже чтобы не ругали власть. Так, если бы вместо этого, вполне понимая, например, что это никуда не годится, что творится безобразие, что власть там поглядла в коррупции, например, и так далее, так, что с этим нужно бороться, как? Откуда коррупция? Откуда эти люди вышли? С Луны прилетели? Или мы их подали туда, и они стали? Откуда это всё? То есть, всё, происшедшее действительно от Бога. И поэтому наша задача – первостепенное внимание обратить на покаяние, буквально покаяние, в прямом смысле этого слова. Покаяние – попытку исправления себя. Тогда, по духовному закону, и люди, которые осознают недолженность своего поведения, восходя туда, кверху, и занимая какие-то определённые высокие посты, будут изменять и саму власть. Власть изменится в силу того, что изменяется народ. Вот, поэтому всегда, вы знаете, вот если мы посмотрим, что делали революции. Море кровью проливали, рабы становились господами, господ делали рабами. Всё продолжалось один к одному, одно и то же. Посмотрите, французская революция залила кровью, сколько было детей, только казнено. Боже мой, что творилось! Гильотина работала, как автомат! И что сделать? Что лучше? Нисколько! Без духовного изменения человека и общества невозможно, конечно, изменение власти. Это невозможно! Вот, поэтому апостол и говорит, что любая власть – это закономерное явление, это естественное следствие, а не что-то искусственное, откуда-то пришедшее. Так? И поэтому нужно обратить прежде всего внимание на самих себя. И если бы люди начали меняться, если бы они осознавали, что они живут не по совести, так, я думаю, что если бы общество, всё общество, постепенно, большинство людей осознало бы это, власть обязательно изменится, просто автоматически изменится, потому что невозможно, невозможно сохраниться той власти, которая несправедлива, жестока и так далее. Я вам скажу один случай. В Византии был в VI столетии, когда захватил власть один командующий армии, человек просто звероподобный, совершил переворот государственный, казнил императора, казнил на глазах императора сыновей, причём как казнил, разожгли огромный костёр и копья, раздели их догола, детей, и копьями загнали сюда сжечь. Один действительно святой человек молился, Господи, за что же наш православный, слышите, обращаю внимание, православный народ страдает, откуда такой сатана пришёл, ночь молился, под утро был ему голос, голос поразительный, который прямо отвечает на этот вопрос. «Искал худшего, но не нашёл». Обратите внимание, у нас всегда мы ищем все причины бед где? В себе? Никогда. Она, он, они, оно, что угодно, а уж власть-то, конечно, все никогда на себя не смотрим. В этом роковая ошибка нас. Вот, поэтому вместо того, чтобы все основные силы души направить на борьбу с властью, надо бы направить эти силы хоть немножечко на самих, на самих себя. Вот основная мысль, мысль, которая присутствует у апостола Павла. И действительно, когда народ, история показывает, когда народ начинал осознавать, что он живёт вовсе не по Божьи, не по совести, власть менялась. Просто менялась, действительно. Потому что таков духовный закон нашей жизни. Вот так такова мысль апостола Павла. И какие тираны сходили со сцены, когда народ хоть немножко, но изменялся. Сам народ, общий дух народа, когда приходили к осознанию своей, всё-таки, греховности, и пусть как-то, хоть перед совестью своей, но каялись за это, менялась власть. Другого пути нет. Поэтому всегда церковь была против всяких революций. Она говорила, необходимо идти другим путём. Но это же церковь. Посмотрите, наша революция. Всё залито кровью было. Миллионы людей уничтожены. Причём, как уничтожены! Какой ужас! И всё это была борьба за справедливость. Какой ужас! Какая насмешка! Об этом говорят. И поэтому в Евангелии мы не находим нигде призыва у Христа, вы знаете ли, свернуть власть. У апостолов нигде не находим. Хотя уж кажется, хуже строя, чем рабовладельческие. Даже и представить себе невозможно, когда раб – это животное. Нигде. Но зато все силы обращены. Изменись, человек! Покайся, человек! Изменись! Всё изменится, если изменишься ты! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok